Староскольского поджигателя взяли под стражу. 53-летний мужчина за две недели дважды пытался поджечь административные здания. Сначала водоканала, затем прокуратуры. Однако довести задуманное до конца ему не удалось. Очевидцы позвонили в службу 112. С подробностями Мария Кретова. Первый эпизод поджога произошел ночью 29 мая в начале 4 утра. Старосколец пытался разжечь огонь в административном здании очистного сооружения МУП Староскольский водоканал. Без причины, из хулиганских побуждений отжал раму окна вышеуказанного здания, после чего поместил в нее сухие ветки и бумагу, полил данные предметы машинным маслом и поджег. Однако довести до конца своего преступного мусора он не смог, по независимым от него обстоятельствам, так как возгорание было вовремя предотвращено. Второй поджог здания прокуратуры 53-летний Старосколец пытался совершить среди белого дня 12 июня в День России. Мужчина кирпичом разбил стекло подвала, зажег кусок ткани и бросил. Также свой преступный мусор он не смог довести до конца, по независимым от него причинам, поскольку возгорание здания было своевременно предотвращено прибывшим расчетом пожарной охраны. Как оказалось, месяц назад суд назначил мужчине шесть месяцев исправительных работ за то, что он из пневматической винтовки обстрелял автомобиль местного жителя из-за неприязненных отношений. В результате Toyota RAV4 осталась без стекол с одной стороны и получила другие серьезные повреждения. Предполагая возможную опасность обвиняемого, следствие ходатайствовало о заключении его под стражем. По месту работы мужчина характеризуется отрицательно. По словам матери, последние несколько месяцев сын стал вести себя неадекватно. Она его опасается. Указанные обстоятельства характеризовали обвиняемого как потенциально опасного для окружающих и не позволили суду применить иную, более мягкую меру пресечения, поскольку это не обеспечит его надлежащего поведения, ограничит его свободу в целях предупреждения о совершении новых преступлений. Постановлением Штароскольского городского суда 14 июня 2020 года подозреваемому избранным меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Покушение на поджог двух административных зданий относится к преступлениям средней тяжести. За каждое злодеяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается. Мария Кретова, Алексей Грачёв, Александр Балакин, 9 канал.